Здравствуйте дорогие подписчики! Компания Jaguar представила обновленный F-Type, получивший небольшую подтяжку лица, новую приборную панель и очень мощную модификацию. Но перед тем, как я начну рассказывать о всех изменениях, давайте познакомимся с новинкой поближе. Посвежевший F-Type стал воплощением нового дизайнерского языка, под который будут подгонять все будущие модели компании. Причем это проявляется практически в каждой детали нового автомобиля. Он стал более напористым, спортивным и харизматичным. А новый взгляд зауженной оптики вкупе с новым бампером и решеткой радиатора с более крупными сотами. Добавляют автомобилю той самой агрессии, которой так не хватало предыдущей версии. К тому же автомобиль обзавелся новой четырехствольной выхлопной системой и переработанным диффузором, а вот задняя оптика и линия крыши остались нетронутыми. В интерьере новинки произошли не менее серьезные изменения. Впервые F-Type оснащается цифровой приборной панелью. Ее роль выполняет 12-дюймовый дисплей с возможностью взаимодействовать с различными системами, такими как Android Auto и Apple CarPlay. К тому же уже в базе автомобиль оснащается премиальной акустической системой Meridian и высококачественной кожей с огромным выбором оттенков. На старте продаж двухдверка будет поставляться сразу с несколькими моторами. Это двухлитровый четырехцилиндровый вариант с отдачей в 300 сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. Такая модификация оснащена задним приводом. А вот трехлитровая V-образная шестерка на 380 сил и 460 ньютон-метров может предложить на выбор еще и полный привод. Но такой вариант будет доступен лишь для Северной Америки и Китая. Вместо него для Европы британцы предлагают компрессорный V8 объемом 5 литров с отдачей в 450 сил и 580 ньютон-метров. Этот же мотор будет устанавливаться и на топовый вариант с приставкой R. Только здесь он будет выдавать 575 сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. В паре с полным приводом флагманский вариант набирает первую сотню за 3,7 секунды. А максимальная скорость составляет 300 километров в час. А вот младшая версия на 450 сил справляется с этой задачей за 4,6 секунды. А максимальная скорость ограничена на отметке в 285 километров в час. В отличие от версии с приставкой R, такой вариант будет доступен как с полным, так и с задним приводом. Все варианты без исключения комплектуются восьмиступенчатым автоматом. Кроме моторов, британцы также поработали и над подвеской. Обновленная двухдверка получила новые адаптивные амортизаторы и пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости, а также доработанные задние кулаки и шаровые опоры, обеспечивающие еще большую отзывчивость и маневренность. Автомобиль, как и ранее, будет предлагаться в кузове купе и родстер. За базовый вариант двухдверки британцы просят 64 200 евро, а вот цены на вариант с открытым верхом стартуют с отметки в 71 200 евро. К тому же первый год для заказа будет доступна особая комплектация First Edition с сиденьями, обшитыми кожей OneSore, вставками из натурального дерева и пятиспицевыми 20-дюймовыми колесными дисками. Автомобиль уже доступен для заказа. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Если вам нравится то, что мы делаем, тогда подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, а также присоединяйтесь к нам в группу в Instagram, где у нас есть календарь премьер. Ссылку я оставлю под этим видео. Всем удачи, пока!